Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте Михаил Санурнов, в том шоу неформат. Что вы хотите, неформат? Неформат он и в Африке неформат. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции Юмор ФМ. В прямом эфире, прямо сейчас, очень необычный проект, который называется долгое уже время Неформат. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер Юмор ФМ и соведущий Михаила Николаевича Задорнова, который, как всегда, по пятницам выходит в эфир. Но сегодня, как я уже сказал, несколько необычный день, Михаил Николаевич в отъезде. Однако, мы получили огромное количество писем и сообщений о том, что программа Неформат, которая вышла по определенным причинам на прошлой неделе в 15 часов вместо 17 по московскому времени, не была, к сожалению, услышана огромным количеством наших радиослушателей. В этой связи мы приняли решение, что сегодня мы соберем и подготовим для вас самые яркие высказывания Михаила Задорнова в программе Неформат прошлой и позапрошлой недели. То есть, сегодня вы услышите, пожалуй, такой дайджест из самого лучшего, что было в программе Неформат. Я уверен, что, несмотря на запись, темы, которые мы обсуждали, абсолютно не утратили своей актуальности. А хочу сказать вам еще о том, что 8870, номер для ваших смс-сообщений, по-прежнему работает. И поскольку сегодня у нас прямой эфир, я очень жду, что вы будете присылать свои наблюдения, свои замечания относительно того, что вы видите вокруг. И у нас получится сделать программу такой же яркой, такой же веселой, такой же искрометной, и как это происходит всегда. Но помогать нам в этом будет, конечно же, Михаил Задорнов. Друзья, вы знаете, что на прошлой неделе прошла новость, которая ошеломила буквально нас всех. Заключалась она в том, что Латвия собиралась отказать в виде нажительства Михаила Николаевича Задорнова. Он долгое время жил в этой стране и живет. Он родился в ней, это его малая родина. И поэтому это прозвучало буквально как гром среди ясного неба. Сегодня пришло сообщение, что в Латвии собираются отключить два российских канала. Первый и РТР. Юмор.фм вещает в Латвии. Я уверен, что наша позиция доброжелательная никогда не сможет позволить латвийским властям запретить вещание радиостанции Юмор.фм. Я уверен, что латвийский народ будет всегда с нами, как и Россия, поскольку мы все друзья. Давайте послушаем, что было на прошлой неделе и как Михаил Николаевич ответил на возможность запрета ему въезда в Латвию. Не формат. Только прямой эфир. Найзуман.фм. Вы знаете, на этой неделе весь мир сотрясла новость о том, что латвийский Сейм собирается рассмотреть вопрос о лишении гражданства, точнее лишении вида нажительства Михаила Задорнова. Надо объяснить, что такое Сейм, потому что все-таки мы в России находимся, это парламент латвийский, и я уже выразил благодарность депутатам этого парламента, потому что, знаете, такого успеха у меня в жизни раньше не было. Благодаря тому, что они рассмотрели, ну смотрите, целый Сейм, парламент заседал полдня по моему поводу, разве это не повод гордиться? Моя фамилия в газетах и в различных блогах рядом с фамилиями Обамы, Путина, Кандализы, Райс, там, я не знаю. Ну, я наконец-то... Успех, это настоящий успех. Да, они хотят... Высказали, мы можем об этом поговорить потом подробнее, и я срочно лечу туда сегодня вечером, поэтому мы начали немного раньше, потому что мне надо продать все, что я там имею. Вот. Они лишат меня отношительства, скажут, а вот вы теперь не можете попасть на свою дачу, а у меня ее нет, и я буду хихикать. Я хочу, друзья, просто вам объяснить немножко. Дело в том, что Михаил Николаевич родился в Риге, в Юрмале. Правильно. Да, я свидетель этого. Да. И, не, ну просто чтобы не было, знаете, там, таких разговоров, что, а, вот, недвижимость за рубежом и так далее. Да какая недвижимость? У меня, знаете, есть такое латышское слово, красивое слово, по-латышски так, вассорныца. Вассора, это лето. То есть, летница. И вот я купил летницу за, там, 45, что ли, тысяч долларов в 90-е годы. Сейчас эта цена выросла, но я из этой летницы сделал зимницу. И это, и мы, я уже вам как-то рассказывал, в этой передаче говорил, что когда один из московских бизнесменов крутых, знаете, есть такие крутые бизнесмены, когда обедают, пальцы облизывают, показать, какие они крутые. Там, цыпленка рвут, облизывают. Противные. Жуткое дело. Вот когда такой бизнесмен, косящий под олигарха, Лайт, пришел ко мне и увидел мою зимницу, он спросил, а где дом будешь настоящий строить? Вот, собственно, меня хотят этого и лишить. Но другое, там библиотека, которую в свое время я организовал, она о том, что принадлежит мне. Вот это продавать жалко. И еще, если меня лишат вида на жительство, мне знаете, что жалко? Я мечтал, чтобы меня похоронили в Латвии. Там такие кладбища, вот, вообще, в Прибалтике. Вот, вообще, если вы хотите, чтобы за вашей могилкой ухаживали, женитесь на прибалтийских женщинах. Они, после того, как мужья умирают, до конца дней своих, аккуратненько, все чистенько, супер. Я даже не шучу сейчас. И на русской надо жениться, сначала надо жениться на еврейке, есть такой анекдот даже. Она тебя обучит многому, деньги сэкономит, потом на русской, для души. А чтобы за могилкой ухаживала на литовке, на латышке или на эстонке. Это наш местный прибалтийский анекдот такой. И вот, если меня, конечно, лишат вида на жительство, мне будет, если меня не похоронят в Латвии, мне будет очень жалко потом. Во как. Да. Грустняк овладел мною, после этого даже хихикать не хочется. Вот такой слоган, Латвия, кладбище прежде всего. Нет, ну вы, это не я сказал. Потому что после этого меня точно лишат, а все-таки не хотелось бы лишаться. Видно, что вы знаете, что сегодня выступил министр иностранных дел Латвии, надо ему отвесить низкий поклон. Он сказал все разумно. Во-первых, сказал он, мы не будем вносить артистов, их 500 человек, тех, кто подписался под письмом в защиту присоединения Крыма. И, знаете, он правильно сказал, ну что ж, 500 человек не пускать в Латвию. Во-первых, это им реклама, сказал. Молодец, очень умно рассудил. У меня действительно такого успеха не было давно, как за последние три дня. И столько журналистов звонят, я уже стал, честно говоря, напрягаться, потому что на телевидении есть так называемый департамент уходящей натуры, называется. Если узнают, что с человеком что-то случится, он в ближайшее время уйдет из жизни, стараются быстро у него взять как можно больше интервью, заснять. И только департамент уходящей натуры, цинизм, натуры, цинизм высочайшей степени. И когда мне стали звонить журналисты все время, вас один же, я думаю, может они знают про меня чего? Может я скоро гикнуться должен, хотят быстро интервьюировать, но потом вот оказалось, в чем причина. И вы знаете, что я не виню латвийские власти. И вот тут я хочу сказать более серьезно. Дело в том, что в Европе показывают неправду по телевидению. И не верить тому, что показывают каждый день про Россию, просто невозможно. Это кодирование идет, гипноз неудалеко. У них у всех есть тарелки, чтобы ловить российские программы. Вот я сам видел, будучи в Юрмаре, как показывали учения Псковской дивизии, а сказали, что это русские войска входят в Крым. И сразу показали, как голосуют референдум. И получается, что и прокомментировали, мол, вот танки вошли, все боятся и поэтому голосуют. Вот такой, я слышал это все, я латышский язык понимаю. Говорю не очень хорошо, но понимаю. А я люблю этот язык, считаю его очень интересным языком. И более того, больше 90% людей проголосовало. То, что в Евросоюзе сейчас. Они не могут себе этого, друзья мои, представить. Никто никогда не давал результат в мире во время голосований больше 90%. Это не в стандарте Евросоюза, американцев. А что не в стандарте, быть не может для них. Знаете, как мне говорят, вот ты не ешь мясо. А по американским нормам, кто не ест мясо, у того гемоглобин падает. Но у меня нет таких агрессивных чувств, как у американцев. Завоевать, поработить. Вот скажите, какое их собачье дело, Украина. Живите на своем материке и развивайтесь, торгуйте с кем-то белку. Чего вы лезете в чужие земли и еще рассказываете нам, как жить надо. И у меня нет таких чувств, зависти, ненависти, то есть агрессивных чувств. И я знаю прекрасно восточную мудрость, что если у человека нет агрессии, он может не есть мясо. У него гемоглобин не падает. Слушайте, все западные врачи не могут понять, почему у меня не падает гемоглобин. А я им объяснить не могу. Это не в их стандартах. Вот такая же ситуация сейчас в Европе. Они действительно не верят, что такое количество людей хотело присоединиться к Крыму. Они не показывают того ужаса, который творится сейчас в Донецке. И они показывают это и рассказывают о том, что это русские, переодетые, военные пришли бунтовать. Конечно, латыши в ужасе. И когда я сказал, в своем ЖЖ написал, что Европой, ну латыши, я имею в виду латвийские власти, что Европой руководят негодяи, и что Европа исчаде порока. Все, что к нам пришло после развала Советского Союза, Запада порочно все. Все, начиная от еды, заканчивая системой образования. Правда, тут надо, я недавно видел Ливанова, правда, мы с ним не поздоровались, но надо отдать должное. Вы знаете, ЕГЭ действительно усовершенствовали. Я когда-то шутил после фразы Медведева, что ЕГЭ надо оставить, но усовершенствовать. Это я говорил все равно, что оставить смертную казнь, но усовершенствовать. Но сегодня надо отдать должное Министерство образования, видимо, там сверху пришел приказ, и ЕГЭ действительно, вот как мы все здравые люди требовали, действительно ЕГЭ, не то что улучшили, странное слово для ЕГЭ, но действительно улучшили. Теперь беседовать надо будет с преподавателем, то есть развивать речь, чтобы ты логику развел. Ну такое ЕГЭ даже я принимаю. Вот. И я должен сказать, что я на Латвию совершенно не обижаюсь в этом смысле. Им нельзя объяснить, что все, что с Запада идет, это страшно. Они находятся под западным гипнозом, и их только можно им сочувствовать. Ну, а друзей у меня среди латышей много, конечно, жалко, если меня туда не будут пускать. Ну, что делать? Знаете, в Америку я снова попал недавно в черный список за все мои откровения про американцев. И я дважды не впускаю в Америку. Слушайте, я правда не зря жил жизнь, много чего я достиг. Ну вот, вкратце я отчитался за эту ситуацию. Здравомыслие возобладало налогом. Продолжаем программу «Неформат». В прямом эфире радиостанция ЮМРФМ вещает по всей стране, а также далеко за ее пределами. Друзья, если вы не можете отправить смс на номер 8870 со своего мобильного телефона, значит, наверняка вы находитесь в другой стране мира. Поэтому воспользуйтесь сайтом веселаярадио.ру. Там работает гостевая книга. И оттуда и с, в общем-то, портала 8870 мы читаем ваши забавные сообщения, которые уже начали приходить. Спасибо вам огромное, что откликнулись. Прочитаю некоторые из них, прежде чем мы перейдем дальше. Анна Санкт-Петербург прислала объявление. Новинка. Холодильник для кастрюль и трехлитровых банок. Ну, такие, олдис-холодильники, в которых еще нужно трехлитровые банки размещать. Максим из Оренбурга. Увидел в магазине салфетки универсальные для дома, которые называются «Супер Баба». Ну, действительно, можно, располагая одними только салфетками, их холостиковать всю жизнь. Ирина Томск. Вывеска. Фрукты, овощи, продукты. Все цены пополам. Даже 360. Что такое 360? Если 360 делится, ну, прекрасно в Томске. Осел ослом. Скрыть желатин. Это позиция в меню китайского ресторана. Честно говоря, я с Дальнего Востока и побывал в Китае неоднократно. Там есть прекрасные совершенно надписи в меню, которые можно просто размещать, цитировать. Например, «Рука рвет цыпленка» или «Огурец, ломанный напополам». То есть много прекрасных вещей. Друзья, присылайте обязательно, если у вас есть что-то смешное. Ну, а мы продолжаем искать самые яркие высказывания Михаила Николаевича Задорного, которые происходили в прошедшей программе «Неформат». И сейчас мы поговорим немного о том, откуда произошли славяне. Как вы знаете, Михаил Николаевич очень серьезно занимается этим вопросом. Есть большое количество критиков, которые говорят, что это псевдонаучные исследования и так далее. Но он подходит к этому делу как сатирик и с легкой иронией говорит о том, что действительно происходит в нашем мире. И откуда произошло вот это противостояние России и Запада. Давайте послушаем. Вот западные страны, они более благоустроенные. И, конечно, они в массе своей более нищие с точки зрения духовной. Я не раз приводил в пример их язык. Это страны торговые, всегда на берегах морей расположенные. То есть торговать, воевать, завоевывать другие страны. Но изначально был народ аборигенов Европы. И назывался он Венеды. Венеды заселяли всю Европу. Они были земледельцами. Поклонялись силам природы. Это был очень нравственный народ земледельцев. Слово «крестьяне» тогда не было. От них стали выделяться изгои, которые хотели нашивы, хотели жить за счет других народов. Так образовалась южная часть Греции, Рим. Позже образовалась Франция, Британия. Так выделились в свое время германцы, которые хотели воевать, а не сеять. И мы, но остались земледельцы. И славяне, наследники этого народа, Венедов. Нельзя отождествлять Венедов и славян. Но наследники языка Венедов и наследники вот этой нравственности земледельцев мы храним правду. Но благоустроеннее были рабовладельческие державы. И там упала нравственность сразу. Но это не значит, что мы не можем овладеть их бытом и не потерять свою нравственность. Для этого не надо состоять в партии большевиков. Большевики это те, которые больше, 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 больше хотят. И не важно, кто они по мировоззрению. Сегодняшний Запад, Запад сегодня это большевики. Им всегда всего мало. А мне достаточно. Я не большевик. У меня нет ожерелья. Я не ношу золота, не ношу ювелирки. В моей семье никто и женщины носит ювелирку. Вот так и можно жить, раз я так живу. И знаете, как раз мы можем овладеть их комфортом, не потеряв нашей духовности. А вот они овладеть нашей духовностью и не потерять комфорта не могут. Продолжаем программу «Униформат». Действительно, очень интересная позиция. И мы получаем большое количество откликов на этот счет. Люди, как вы знаете, сейчас объявлен сбор средств на производство фильма «Овеща Малеги», который являлся одним из родоначальников славянского государства или прогосударства, которое впоследствии дало жизнь и России, и Украине. Я недавно с удивлением услышал о том, что на Украине, причем это чуть ли не на официальном уровне поощряется, происходят такие исследования в области поиска корней украинского народа. И заявляется, что это не совсем славяне, а племя Укров, которое выделилось очень давно, и по большому счету Россия к нему отношения никакого не имеет. По мнению ученых, которые отстаивают эту позицию, россияне произошли от финно-угров. Я понимаю, что если бы был Михаил Петрович у нас сейчас в студии, он наверняка бы поиронизировал относительно того, что здесь финно-угры, а там финно-укры. Но давайте оставим это для следующих программ. А сейчас мы перейдем тоже к интересной теме, которая говорит о том, что есть чему нам поучиться у Запада, в частности, умению обустроить комфорт. Обладатель премии «Радиомания» и значка ГТО Надо учиться на Западе тому, что касается жизни и туловища, обустройства комфортной жизни, быту. Конечно, нам надо этому учиться. Я когда говорю, что это исчадие порока, я имею в виду духовность. И совершеннейшую безнравственность, которая оттуда прет с ужасающей силой, с каждым годом все с большей мощью. А вот приходит латыш что-то починить. Допустим, мне радиатор надо починить. На нем жилетка надета, и в этой жилетке все инструменты, гвозди, винтики, шурупчики, головки нарезные. Все есть. Вот сидит, делает. Наш приходит, говорит, да, чешет тыкву. Говорит, надо за молотком сходить. Ты если шел в чайник, да почему даже молотка не взял? Приносит молоток и говорит, гвозди забыл. Пошел за гвозьями. Он целый день ходит и собирает, потом делает что-то пять минут, уходит и все оставляет, и я должен за него все собрать. Друзья мои, это не беда строителей. Это беда в башке нашего человека. Есть такая притча. Я ее рассказывал, но в связи с сегодняшним положением в мире я ее повторю. По древней легенде славяно-русов были два бога, Чернобог и Белобог. Белобог создал людей, очень их любил и мечтал, чтобы они развивались, любили друг друга и были счастливы. А люди не хотели, были вялыми, ослабоумили мозгами. И тогда Белобог попросил Чернобога, ты сделай что-нибудь, такую проблемку создай им, чтобы ее решая не развились. А люди не захотели проблемку решать. Сказали Чернобогу, ты негодяй, сволочь, ты зачем нам это все устраиваешь? Тогда Белобог говорит, ты им посильнее проблемку создай, чтобы они не могли тебя оскорблять, а вынуждены были ее решить. Чернобог вторую, третью проблему. Люди его сатаной назвали, дьяволом, а развиваться не хотели. И тогда Белобог говорит, одно средство есть, война. Вот сегодняшняя ситуация показывает, что мы, славяне, это философское размышление, оно очень глубокое, и обыватели не поймут то, о чем я говорю, и не надо, они в этой ситуации нам не интересны. Мы настолько обленились и ослабоумили, и вялоумными стали, что встряска уже была необходима. Встряска именно от Чернобога. Я говорю образами мифов, а не религиозными образами. Я не призываю снова молиться Белобогу и Чернобогу. Так вот интересно, что служители Чернобога называли Черниги. И место там, где они жили, называется сегодня Чернигов. Вот все совпадает. Друзья мои, надо вовремя взяться за ум и начать развиваться. И начинать надо со строек, где особенно вялоумие видно. Если мне сделали дверь входную так, что я должен вылезти из окна и с наружной стороны открыть эту дверь. Это русские сделали, потому что изнутри она не открывается. А в другом месте соединили стиральную машину с канализацией, не к той трубе подвели. И думают, чего белье в крапинку все получилось. И от них еще денег не дождешь. Да, но я про строителей много говорил, даже не хочу время тратить на это. Михаил Николаевич, вопрос такой. А уж самое страшное. Вот первое, строителям надо научиться выключатели ставить. Потому что искать шкафу-выключатель или вставать с постели в Крыму, где украинские коттеджи были построены, крутые якобы. И я в одной гостинице, пятизвездочной, из них три морских, как я говорю, звезды, я должен был встать с постели, и чтобы выключить свет над кроватью, выйти на балкон. Выключить, зайти обратно и лечь. Вот сначала с выключателями, а в другом месте поставили вместо выключателей, поставили по хлопку выключатели. Знаете это? И, ну, не настроили неправильно. Ночью чихнул, и все. Вскакиваешь с постели, потому что зверь зажегся. Добрый день всем, кто присоединился только что к радиостанции Юмор-ФМ. В эфире программа «Неформат». Как всегда по пятницам, ну или почти как всегда. И сегодня она несколько необычна, потому что мы подводим итоги недели и пытаемся ответить на ваши вопросы несколько необычным способом. Михаил Николаевич у нас сегодня отвечает на те самые актуальные темы, которые по-прежнему не утратили своей актуальности, а тем более они не утратили актуальности в смысле его комментариев, немножко в записи. Мы подготовили для вас самые интересные высказывания и самый интересный дайджест, на наш взгляд, чтобы вы могли насладиться программой «Неформат». Спасибо вам большое за то, что вы помогаете ее делать. И некоторые сообщения, которые приходят к нам на короткий номер 8870 и сайт веселаярадио.ру, я сейчас зачитаю. Александр из Ялты, а мы начали вещание в Крыму. Поздравляю нас всех, друзья, поздравляю жителей этого прекрасного полуострова с тем, что они вместе с нами. Так вот, Александр из Ялты прислал сообщение, которое называется так, звучит так, мясная лавка называется «Благо мясо». Особенно в Великий пост это очень актуально звучит. Наши люди никогда не отстают в искусстве удивлять. Сезонное снижение цен на гранитные памятники. Такое объявление увидел Максим из города Хотлас. Ну, действительно, когда еще снижает цены, как не весной. Объявление на остановке. Прекрасное, на мой взгляд, Марина из Новосибирска прислала. Танцы, повышающие IQ. А что, разве бывают другие друзья? Наши лестницы самые лучшие. А название компании – «Иркутские окна». Василий из Иркутска прислал. Ну и Кристина Зубарева. На гостевой книге, в гостевой книге нашей, есть такое объявление. Она увидела на бетономешалке надпись «Завод бетонных решений». Где могут быть бетонные решения применены, друзья? Может, даже железобетонные? Пожалуй, внутри программы «Неформат». Потому что позиция нашего главного героя, ведущего программы «Неформат» и «Заводорного» – всегда железобетонна. Как вы знаете, есть много забавных вещей, которые он подмечал. И одна из них – это то, как, в частности, в странах Западной Европы относятся к нам, к россиянам. Давайте дадим слово Михаилу Заводорному. «Неформат», «Сатира», «Ирония» – «Нет, просто правда». Вы помните, рассказывали в одной из предыдущих программ, что в Латвии, например, очень часто, да, в Литве и в Эстонии… Спекулируют своей ненавистью к России. Да. Якобы. Да, якобы ненавистью. А потом, простите, потом введешь того, кто сказал про Россию газ в ресторан, и он нормально за деньги русского ест. Это как мне таксист в 90-е годы, Латыш, говорил, как он ненавидит русских, и Советский Союз. Я ему говорю, я тебе дам 50 долларов с по гимн Советского Союза. И он мне спел. Я говорю, а 100 без акцента? Он говорит, это я не смогу. Вот так 50. Я пограничусь и приеду к вам через неделю. Я постараюсь и спою, а мы унес. Вот это точняк, та же самая ситуация. Они едим спекулируют, выслуживаются перед Америкой. А Америка действительно в растерянности. Они следили со спутников отовсюду. И наши каким-то образом провели туда серьезные такие, ну как бы вам сказать, даже ракетные установки там появились. Чего не ожидала Америка. Я зря выдал этот секрет государственный. Вот знаете, многие говорят, России нет армии, России нет силы, Россия не может ничем защищаться. Честно говоря, это неправда. Не надо, не преувеличивайте. Помимо Сердюкова были еще и честные люди в армии, которые продолжали служить отчизне. И не все дали развалить. Знаете, как при Чубайсе? Сдавались верхушкой все разведчики практически в мире. Но не всех удалось сдать. Почему? Потому что на местах остались люди честные. И не дали развалить все до конца. Хотя уже, казалось бы, такая же ситуация была, когда Гайдар был премьер-министром. Закрывались заводы, уничтожались заводы по производству подводных лодок. Самых тихоходных в мире. Вы знаете, Советский Союз изобрел подводные лодки на основе сплава Титанова. И они развивали скорость 80 км в час под водой. Чтобы люди поняли, о чем я говорю. Торпеда развивает 60 км в час скорость. То есть, эта подводная лодка могла уйти от торпеды, если бы понималось, что эта торпеда пущена с какого-то расстояния. Америка была в ужасе. Потому что она не засекается, эта подводная лодка. Именно таким образом появились сегодня подводные лодки и у Черноморского флота. Не буду говорить, сколько. Но именно эти подводные лодки нам равных нет в смысле нашего подводного флота. И Америка это прекрасно знает. Она только не понимает, как это все засечь. Даже со спутником не засечь. Более того, я открою вам, дорогие радиослушатели, еще один почти секрет. Америка боится войны с Россией. Вот почему. Если вдруг даже, вот представьте себе, ядерная война, от России ничего не остается. Ни одного человека. Есть программа, на которую заведено множество ракет стратегического назначения. И если уровень радиации повышается до определенной нормы, нет ни одного человека, это все взлетает. Это все взлетает и уничтожает противника. Поэтому нет шансов остаться в живых у тех, кто хочет ядерным оружием. У Тимошенко нет шансов остаться в живых. Но после того, что она заявила вообще, между прочим, и без этой войны, потому что человек, который такое заявляет, он болеть начинает. Любой человек, который хочет отомстить, кого-то порвать, проклясть, он начинает болеть. Она уже не жилец на этом свете. Вы посмотрите на нее внимательно. И я думаю, что вот отчего Америка несколько сконфузилась на сегодняшний день. Она действительно прозевала все, что устроила Россия. И не надо говорить, что весь Запад не понимает Россию и на стороне Америки. Это не так. Я думаю, 30% на Западе в Америке людей, которые прекрасно все понимают. Более того, у многих герой Путин, как когда-то, был Наполеон героем в Европе. Были бонапартисты. Есть даже такие сведения, что поэтому Путин своих однопартийцев называет однобонапартист. В эфире любимая программа Владимира Владимировича, Аллой Борисовны, Мормунда Гуннеровича. И еще миллионов слушателей. Две форматы по Юмор-ФМ. Вы знаете, очень часто нам приходят сообщения, кто такой Нормунд Гуннерович. Друзья, этот человек, буквально легендарная личность, которая работает на радиостанции Юмор-ФМ. Занимается практически всеми делами, которые могут быть только связаны с эфиром. И в том числе программа «Неформат», и он действительно ее любит, как и все мы. Ну, а если говорить о высказываниях Михаила Зазорнова и о том, что Путин является героем в Америке, действительно порядка 30% опрошенных в недавнем опросе, проведенном одной из американских телекомпаний, сказали, что они бы скорее предпочли Путина, нежели президента Соединенных Штатов, действующего Барака Обама. Ну, кто его знает? Вы знаете, что вчера состоялась прямая линия ответа на вопросы журналистов и обычных людей, которые вел президент России Владимир Путин. Он ответил на очень многие вопросы. Наверняка вы слышали эти ответы. Комментировать их мы сейчас не будем. Единственное, что я могу сказать, что после этой прямой линии, которая длилась порядка 4 часов, рубль очень серьезно укрепился. Значит, заявления были, пожалуй, позитивными. Ну, а мы переходим к следующему блоку. Михаил Николаевич, вам слово. НАТО-захватчики, они много раз обманывали, подписывая договор с Россией. И с Советским Союзом они не обманывали, потому что у нас не было общих целей. Уже два раза они нарушили условия договора, которые были после развала Советского Союза с НАТО. НАТО не интересует. Вот латыши не хотят обратить внимание на то, что русские писали о латышах хорошие статьи в газетах и по телевидению рассказывали о замечательных, я не знаю, урожаях, которые были в Латвии. Никто в Европе ничего хорошего о латышах не сказал. Они им говорят, вы молодцы и Литве, и эстонцам только в одном случае, если они задираются к России. Ну, друзья мои, ну проанализируйте, ну где логика? У вас идут бывшие фашисты по улице, вы им разрешаете идти и почти приветствуете их, а русских называете фашистами и оскорбляете. Тогда давайте и нас приглашать к себе, мы тоже у вас пойдем под этим лозунгом. Почему у вас те фашисты хорошие, а эти фашисты плохие? Логики никакой. Это зомбированность. И я действительно считаю, что Европа исчадия порока, она порочна, она экспортирует порок с одной целью заработать. Посмотрите, что мы говорили, что говорили так же мыслящие, как и я перед тем, что началось в Югославии. Мы предупреждали про Албанию, про Ирак мы говорили, все сбывается, про Афганистан, все сбывается. Ну прислушайтесь вы к тем, кто видит мир сверху, а не изнутри своей норки. И то же самое готовится с Украиной, Бисмарк писал, отделите Украину от России, Россия развалится. Если вы, нет, и Россия обессилит, и ее можно будет победить. Гитлер пытался это сделать. То, что жириновский прав, ее действительно такой страны не до... Теперь, когда говорят украинский язык, друзья мои, да, это красивый язык, когда поют на нем песни, стихи, очень красивые. Но, когда говорят, что это древний язык, в нем есть древние слова, но это не язык древний, это язык, в который стеклись слова из различных славянских языков. Такой, как сегодня украинский язык, образовался недавно, ну сравнительно 3-4 столетия назад. Такого языка не существует, это сборная славянских языков, поэтому ее и раздирает, что славяне перестали любить друг друга. А как они могут понять на Западе, что Крым это восстановление нашего рода? У них же нету даже у родственников, вот тетя, например, а Шурин, а Свояк, у них же нету даже слов для обозначения родственников. Они род не ценят, у них нет слова родина от слова род. Это у нас и для нас присоединение Крыма это род и родина получается. Объяснить это невозможно. Это не вмещается в их евростандарты. Если человек слышит из 7 нот 3, а Евросоюз слышит 4 ноты из 7 только, он не может понять мелодию из 7. И в этом отношении, конечно, очень жалко, да что там жалко, противно от того, что делается на Украине. А противно знаете от чего? Не знаешь, как помочь. Вот все, что мы с вами говорим, бесполезно. Это слышим только мы. А вот если бы это слышали в Европе, может быть мы бы помогли. У нас нет выхода на Европу. Ну на самом деле, как вы знаете, юмор ФМ вещает и в Латвии в том числе, и на Украине. Ну а его слушают русские. Понимаете, что получается? И тогда мы своим, как бы мы подначим своих, но нам надо влиять на мнение в Западной Европе. Там много здравомыслящих. Ну он министр иностранных дел Латвии правильно же сказал. Ну что он свое мнение сказал? Да нет, собрались здравомыслящие политики в латвийской среде и вынесли такое решение правильное. Такие есть верования. Но у них нет, у нас нет к ним доступа. Вот что плохо. Вот о чем должна думать администрация президента. Вы знаете, когда мы задумывали программу «Униформат» с Михаилом Николаевичем почти уже два года назад, мы договорились сразу о том, что мы будем экспериментировать в эфире, будем делать все так, чтобы каждый раз пытаться удивить слушателей. И я считаю, что и сегодня в том числе мы продолжаем эту традицию, потому что решили сделать выдержки из самых ярких высказываний Михаила Николаевича Задорнова, из тех программ, которые совсем недавно вышли в эфир. Сегодня Михаил Николаевич с нами на связи, только что мы разговаривали с ним по телефону. Он сказал, что слушает программу и очень доволен тем, что впервые слышит себя в эфире, как это звучит, говорит, что очень хорошо. Друзья, Михаил Николаевич с нами. Присылайте свои смс-сообщения на 8870, звоните 0731. Также веселаярадио.ру работает наш сайт, гостевая книга на сайте. Все ваши сообщения обязательно наш автор программы и герой главный ее прочитает. Ну а пока я позволю себе зачитать некоторые из них. Из города Самара пришло сообщение, надпись на хозяйственном магазине «Есть все» в скобках «Почти». Ну, очень актуально, потому что действительно люди сначала сделали одну вывеску, потом немножко добавили, подумав. Отдам в хорошие руки котика, похожего на крымского прокурора. Такое объявление нашел в газете «Андрей» из города Москвы. Надпись на стене кирпичного дома. Вы действительно хотите удалить это сообщение? Максим Новокузнецк прислал. Вы знаете, что сообщения, которые обычно пишут на стенах домов, содержат не только те слова, которые я сейчас процитировал, но вот это действительно было очень забавным. Вывеска на рынке. Свежевыжатые натуральные рыбы. Прислала Катя из города Саратов. И еще одно сообщение. Распродажа. Постельное белье 3D. Дмитрий из Краснодара. Как бы сказал наверняка Михаил Николаевич на это, ну, повыдумывали. Я хотел вам сказать еще вот о чем. О том, что в последнее время обратил внимание на то, что в средствах массовой информации на Западе стала вдруг проявляться немножко не та риторика, которая была буквально неделей ранее. Вдруг появились сообщения о том, что на Украине, по мнению западной прессы, действительно присутствуют экстремисты, правый сектор распоясался и так далее. И вообще вся риторика сместилась с вот этой негативной позиции по отношению к России уже в сторону Украины. Что это? К чему путь? Может быть, к изменению наших отношений с миром и ЕС? Ну, давайте поговорим об этом сейчас чуть более подробно. Я лишь напомню, что программа, которая выходила на прошлой неделе, была до Дня космонавтики. И поэтому мы говорим о Дне космонавтики, о 12 апреля в будущем времени. ФМ представляет о жизни с юмором. Не формат. С Михаилом Задорновым. Прямо сейчас на Юмор.ФМ. У меня есть, Михаил Николаевич, сообщение с сайта kp.ru, комсомольской правды. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал три стратегические задачи, которые стоят перед Россией в космической сфере. А ведь мы с вами знаем, что скоро День космонавтики. Это мало кто знает в мире. Но, тем не менее, 12 апреля по-прежнему остается днем первого полета человека в космос. Многие думают, что Луи Амстронг был... Луи Амстронг. Глен. Луи Амстронг с сальсофоном полетел. С трубой, простите. С трубой и селый Фит Джеральд для балласта. Которую сбросил на... Чтобы потом приземлиться. Легче было. Да, и сейчас она тоскливо поет на Луне. Да. Так вот, расширение нашего присутствия, заявил Рогозин, на низких околоземных орбитах и переход от их освоения к использованию, освоение с последующей колонизацией Луны и окололунного пространства являются стратегическими задачами. Россия колонизирует Луну. Нам Крыма мало с Аляски. И там референдум, я прошу, провести. Там сейчас лунатики собираются, урны делают. Зеленые человечки. Маленькие такие, зелененькие человечки. А вы говорите, почему зеленые салфетки? Если спать немножко принять, ЛСД, пару колес вонзить и травы, я знаю, хорошую траву в Индии, вот пожевать, то можно провести референдум на Луне. Вообще, Рогозин, человек-то патриотически настроенный. И говорит, ну вот чего глупости говорить, зачем? Ну такие хорошие дела сделал Рогозин. Ну какая луна, тут бы с Донецком помочь хоть как-то, морально хотя бы. Я вот что думаю. Насчет космоса. Все, возвращаемся к тому, с чего начали. Надо образовывать свой телевизионный канал. Да, они не знают про Гагарина. Это правда. И даже в учебниках в Казахстане написано, кто первым полетел в космос. Три ответа. Американец, этот, индеец американский, англичанин и француз, а русского там нет. Но, что я хочу сделать? Сказать, вот политики говорят, предлагают что-то, пиарятся. И они не про Рогозина вообще. А что сделали простые люди? Есть такой город, Боровск, неподалеку от Москвы, километра 80-90. Там в свое время умерла боярня Морозова. Вот знаменитая картина. И под Боровском, это Калужская область, есть этномир. На сотнях гектаров построены избы различных народностей, которые населяли Россию издревле. Потрясающий проект. Туда на субботу с воскресеньем съезжается множество наших семей. Празднуют, ходят, смотрят. Там памятники. Откуда я это знаю? Мы там поставили с теми, ну, с теми, кто занимается, с акционерами этого этномира, поставили памятник Арине Родиону. Сегодня там стоят памятники. Конфуцию, Ломоносову, да я всех, Циолковскому. Это же Калухшколость. Но, самый интерес другой. Там поставлен памятник Гагарину. И он получился такой хороший. Что? И вот это я обязан договорить. Вдруг этномир, там такой Руслан, руководитель, узнает, что в Техасе, в Хьюстоне, вы знаете, НАСА там расположено, нет памятника Гагарину. И он едет туда и договаривается поставить памятник Гагарину. Собирают деньги всенародные, делают памятник. Американцы отвергают. Почему? Сделайте, говорят американцы, чтобы там два космонавта на памятнике были. Гагарин и Глен. То есть два толерантных гея якобы полетели в космос. Руслан отказывается. И они разрешают поставить. И сегодня в НАСА стоит памятник, поставленный на российские собранные деньги. Вот этим этномиром спроектированный и воссозданный туда отвезли и там поставили. Здорово? Здорово. А кто об этом знает? Вот не будет кто-нибудь слушать юмор ФМ, тот и не узнает об этом. Друзья, продолжаем программу «Неформат». Только что она миновала свой экватор. У нас впереди еще целый час самых ярких высказываний Михаила Задорнова относительно ситуации в России, в мире, да и, пожалуй, внутри каждого из нас. Ну что, у нас большое спасибо за то, что вы присылаете ваши сообщения на 8870 и есть благо за это вам спасибо большое, есть чем порадовать. Я сейчас зачитаю, перейдем дальше. Маска для лица называется «После вечеринки с экстрактом гранаты». Ну, действительно, пожалуй, после вечеринки иной раз хочется, чтобы просто что-то разорвало. Екатерина из Нижнего Новгорода прислала сообщение. А Олег из Тулы увидел в магазине следующее название колготок. Ирина внизу с начесом. Я считаю, что это объявление нужно однозначно относить к категории 18+, потому что если представить себе Ирину с начесом, то иного, пожалуй, и не останется. Буквально, я не знаю, образец политкорректности демонстрирует Пензенский университет, вернее, прости, Пензенский универсальный технопарк инновационных нанотехнологий, сокращенно Путин. Илья из Пензы прислал сообщение. А Анастасия увидела вывеску на рынке, которая звучит так. Живое пиво и мясо. Ну, действительно, мясо тоже может быть живым, почему и нет. И забавное объявление, которое прислал нам Дмитрий, увидел он в районной газете. Военная часть сдает минные поля под приусадебные участки в районе Одинцова. Что ж, действительно, где дачнику не строится, пожалуй. Можно любое место освоить, где лес завалить, где разминировать поля. Но сейчас мы переходим дальше к программе «Неформат». И у нас впереди еще много интересного. Пожалуй, главная тема, которая на этой неделе происходила, это то, что на Украине запретили въезд мужчинам от 16 до 60 лет в ряд городов. Об этом стало известно вчера, 17 апреля, в Одесском пограничном отряде Государственной пограничной службы. Там состоялось совещание с участием представителей российских авиаперетчиков. И им было, собственно, это заявлено, что теперь граждане мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет временно не могут пересекать границу Украины. Если почитать внимательно украинские СМИ, в том числе электронные, то там мужчин такого возраста называют путинскими туристами или туристами Путина. Подразумевается, что люди, которые приезжают на Украину, они приезжают туда дестабилизировать обстановку. Это очень странно, Россия уже пригорзила ответить на это жесткими достаточно действиями. Пожалуй, будем следить за развитием этой обстановки. Вообще это довольно забавно. Я считаю, что, конечно, мы должны всегда все жить в мире, потому что только так мы сможем победить то недоверие, которое вдруг возникло у нас. А если вы вспомните, откуда это все началось, началось это все с протестов на Майдане относительно того, что Украина отказалась подписывать ассоциированное соглашение с Евросоюзом. И все это было воспринято буквально, раздуто западными СМИ, после чего начались жесткие выступления на Украине. И к чему это привело, к сожалению, большого мы знаем сейчас. Дай бог, чтобы все скорее разрешилось. И программу «Деформат» продолжает Михаил Задорнов. Юмор ФМ представляет. Новые шутки, новые откровения, новые поводы для гордости. «Деформат» с Михаилом Задорновым прямо сейчас на Юмор ФМ. Славянские народы хотят в Европу те, которые ближе к Западу всегда находились, еще в средние века. И которые всегда были под, ну, под западным, такой, Запад за ними наблюдал всегда. Но это неправда. Сербы с удовольствием бы вышли из Европы. И с удовольствием бы присоединились к России. Просто они совершенно подавлены. Болгары через три года очень захотят выйти из Европы. Поляки дольше будут в этом находиться. У поляков такое мышление, у них зачехленный хромосомный набор, и мозги зачехленные. Им главное, чтобы все было как на Западе. Еще во времена Наполеона они были предателями. А Литва, Латвия тоже самое, Эстония. Но нельзя, во-первых, так вот говорить за сербов, за болгар. Кстати, и Чехия образумится довольно скоро. А потому что все-таки славяне другие. И мы об этом говорили с вами в прошлый раз. Им верится в бытовуху. А вот Украина хотела сказку сделать были. Ну и какую она, ну и какую сказку они сделали на сегодняшний день были. Только Россия и Белоруссия практически понимают, и еще не зачехлены, что ждет тех, кто пойдет в Европу. Ну посмотрите югославские народы, славянские. Ну и что, вы хотите такой жизни? У славян западных действительно их зомбировали. Они не видят вот этой правды. И что сегодня, Украина на сегодняшний день с энтузиазмом, как выразиться, я не знаю, как... Я хочу выразиться грубо, но должен выразиться так, чтобы нас не оштрафовали. Но, знаете, в каждом американском фильме примерно 150, от 100 до 150 раз произносится слово «задница». И никто их не оштрафует. Так вот, Украина сегодня, народ украинский, с разбега совершил прыжок в задницу без страховки. И то, что там творится, это страшно для людей. Их же задушат сейчас ценами. У них голод практически может наступить на сегодняшний день. Вы знаете, такой кали... А у нас взрыв творчества в России по отношению к Украине. Интернет завален шутками, прибаутками, стихами про то, куда попала Украина практически. Я считаю, что Белоруссия и Россия как раз это якорь славянских народов, за которые им надо будет подержаться. А сейчас они за соломинку хватают. Михаил Иванович, а не кажется ли вам, что как раз выбор славянских народов заключается в том, что они хотят пожить просто сыто, досыто поесть, да. Пусть они под присмотром, как вы говорите, Запада находятся там франкофонов, но при этом они зато сыты, довольны, обуты, одеты, могут работать на стройках в Западной Европе, ну и так далее. Ну а чем они сыты будут? Плохой едой? Фастфудом? Чем они насытятся? У них даже мозгов не хватает на то, чтобы об этом подумать. Сейчас, это же вот мы в прошлый раз озвучивали, по-моему, этот анекдот, что премьер-министр Израиля сказал Путину, что Путин точно еврей, по его представлениям, потому что только еврей мог отнять у Украины Крым, и чтобы Обама за это 5 миллиардов заплатил. И смотрите, интересная ситуация. Америка обещала, обещала все Украине, а ведь так потихонечку, так отваливает от своих обещаний. Так еще все слова, 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 как у Гамлета. Как в Гамлете. А на самом деле, что они сделали? Прислали, вот реально. Они прислали 130 тысяч пайков сухих для украинской армии. А украинской армии нету, во-первых, практически. У них шапок нет, у них нет портянок, нет сапог. А пайки есть. Но вы готовы? Пайки-то просроченные. Ведь карми, они будут обжираться просроченной едой на сегодня, если они вступят в Европу. Посмотрите, что с латышами. Латыши появились толстые среди латышей. Никогда не было. Почему еда такая пришла туда? Ой, в прошлый раз мы говорили с вами, интересно, как в Литве и в Латвии запретили огурцы с изгибом больше 7 сантиметров в радиусе. А потом, если количество пупырышков на этом огурце не 140, а 150, то он отбраковывается. А если персики различаются на 5 миллиметров в радиусе, то тоже отбраковываются. Это я вам серьезно говорю, это не сатирик с вами говорит, а ведущие передачи, ведущие, между прочим. И отбраковывается морковка, если она не укладывается в транспарант некий. А эти яблоки, которые черви не едят, у червей сотрясение мозга, если они пытаются проесть шкуру этого яблока. Никогда ни в Латвии, ни в Литве не было таких поганых продуктов. А в Литве вообще улет. Я не знаю, вот славяне, вы такой жизни хотите? В Литве стали убивать поросят и свиней. Это еще смешнее. Нет, с жирафом это грустняк реальный. И с теми львами, которые съели мясо животных. Хотя это уже показывают нравы европейские. Мол, по инструкции так положено, имеем право сделать. А что это против Божьего закона? Европа живет против закона Божьего. Она ставит выше свои конституции, нежели законы Божьи. И что докатились в Литве? Они вынуждены были это принять. Хотя литовцы ухахатываются. Свиней уничтожили, потому что... Я понимаю, что мне не поверят сейчас. Но потому что не хватает игрушек для свиней. Из Европы прислали игрушки для свиней. Но не смогли всех свиней обеспечить игрушками. Но если поросята не играют в детстве, их мясо... Я не знаю, не политкорректно, не толерантно, не кошерно. Как хотите, говорите. Свиня не кошерно, это я, конечно, переборчил. Но многих свиней... В Эстонии еще интереснее. Славяне, вы вот этого хотите? Вы хотите, чтобы были узаконены браки однополые? Вы хотите, чтобы национализм был узаконен? Чтобы фашистские демонстрации у нас шли? Это же все легализуется. Лишь бы справиться с теми, кто сопротивляется с Белоруссией и с Россией. Наконец, в Эстонии. Я могу только одно. Потешить вас. Коровы выпускают, извините, газы. И это засоряет атмосферу. И сделали газоотводы для коров. Как вам это нравится? Это, по инструкции, положено в Евросоюзе. Я не знаю, что это, куда они этот газ подводят. К плитам газовым или нет, я не знаю. Но вот такая полная хрень. Мне кажется, Янукович сильно подставляет сейчас Россию всеми своими заявлениями. Во-первых, он все время напоминает, что он в России. И что Россия приютила этого ворюгу. Вот нам это совсем... Я вообще думаю, что... Вот я понимаю, Янукович вор. Извините за это неполиткорректное честное слово. Но он законный президент, пока его не сместили. Поэтому я бы сказал так. Он вор в законе. Хотя нет, законный вор. Вот так будет точнее сказать. И он бы помолчал, а вот не подставлял бы нас сейчас. Потому что каждый раз после него расхлебывать что-то приходится. Как только он что-то вякнет. А недавно он вообще вякнул, что он собирается переехать в Москву. У него нет ни одного сторонника, кроме тех, кого он платит сейчас. Люди не могут искренне к нему хорошо относиться. Он получил свою карму по полной программе. Вообще его бы хорошо было усыпить. Но ненадолго. Это в Данию. В Данию. Ну ненадолго. Ну лет на 10. Ну пускай помолчит. Ну что он... Ну заморозить же можно его. Ну сейчас это стоит недорого. Еще у нашего правительства нет 5000 долларов. Заморозить, отморозить. Гарантию дать, что разморозим. Ну по-человечески. Не как жирафа. Ну хватит нас подставляла. Такое жуть какая-то. Мне самому понравилось это. Надо вызвать из Копенгагена специалистов. Там есть зоопарка. Хорошие специалисты. Еще со средних веков с железной девой обращаются. С гвоздиками. Вы знаете, как дача Путина в Крыму теперь будет называться? Крымль. У Кремля есть рупор. А у юмор-фм есть задорнов. Неформат. Продолжаем программу «Неформат». Сегодня она по-настоящему неформатная. Но она неформатная по-настоящему всегда. Но сегодня особенно необычная. Потому что мы выбрали самые яркие фрагменты предыдущих программ «Неформат». И сейчас их транслируем в эфире. Почему мы это делаем? Потому что многие прислали нам сообщение насчет того, что не успели послушать программу в прошлый раз и в позапрошлый. И сейчас у вас есть прекрасная возможность наверстать упущенное. Друзья, спасибо вам огромное за ваше смс-сообщение на 8870, за то, что вы пишете нам в гостевую книгу. Это правда помогает нам вести сегодняшний эфир. Очень много прекрасных сообщений. Мы выбираем самые лучшие и зачитываем их. Ну, вот буквально пара, прежде чем мы перейдем дальше. Максим из Москвы прислал рекламную вывеску. Ваши яйца хотят на конкурс. Восклицательный знак. На пасхальную ярмарку в Красных Холмах. Пожалуй, без комментариев. И вот еще Иван из Магнитогорска. Акция у нас и только для вас. При покупке товара на 1000 рублей будет звучать ваша любимая песня в исполнении продавца. А при покупке товара на сумму 5000 рублей песня будет исполняться директором магазина. Пожалуй, такой находчивости стоит только позавидовать. Если у вас еще есть какие-то наблюдения, обязательно присылайте их. Мы не только прочитаем их в эфире, но и перешлем Михаилу Николаевичу Задорнову, который является главным героем, автором и ведущей программы «Неформат», выходящей еженедельно на радиостанции «Юмор.ФМ». И давайте послушаем один из фрагментов, который выходил в эфир прямо сейчас. «Юмор.ФМ» представляет. Он не курит и не пьет. Он здоровенький. Ведет. Программу «Неформат». Михаил Задорнов. Прямо сейчас на «Юмор.ФМ». Я вообще думаю, что все, что произошло на Украине, знаете, есть такая грустная пословица русская, она правильная, нет худа без добра, взорвалось все, наконец-то все стало очевидным. Сколько людей в России потакало с Западу, сколько выходило на Болотную площадь с призывами, чтобы нам такую же жизнь обустроить, как на Западе. Вы посмотрите, благодаря Украине, тому, что там произошло, да, люди пострадали, это все, я понимаю, мы об этом говорили. Но ведь все стало на свои места. Мы видим всю ложь и лицемерие Запада. И сегодня уже мои слова, которые я еще на конце 90-х старался озвучить, и меня не хотели слышать, что с Запада к нам слилась порнография, плохое образование, еда порочная, потому что она не для людей, это еда, а для прибыли, значит, это уже порочно. Разваленное сельское хозяйство у нас получилось. Были уничтожены по западной указке заводы, производящие супероружие советское. Наше вооружение, сколько уничтожено было, ракет, причем они не все свое уничтожили по этим договорам. Порнография, жуткие фильмы, пропагандирующие жесть насилия. Музыка, которая расплавляет мозг и слепаются от которой измилины. Я не говорю, что вся музыка плохая на Западе. Да нет, там есть классные совершенно солисты и певцы. Но сколько гадостей к нам свалилось. И все это было выдано за цивилизацию. Все сейчас очевидным стало. Где плюс, а где минус. И слава богу, что Россия распознала в большинстве своем. Это да, остались еще типа Шендеровичей, которые все время стараются гадость сказать любую, там, скажем, про Путина. Но их уже никто не слушает. И когда они говорят, что нет свободы слова, а гадости говорят про Путина, они тем самым доказывают, что свобода слова вообще-то есть у нас. Просто знай меру. И я с ужасом засыпаю, каждый раз думаю об Украине, я вам должен сказать. И о том, что я проснусь и первое загляну на ленту РУ и посмотрю, что там происходит. Единственное, вот вчера я публиковал тоже на своих блогах, и хочу это повторить для тех, кто не читал. Мне не очень нравится, что когда они провозглашают, люди, понимаю, их достало это все, они хотят заявить о себе с гордостью, что они русские, и они выходят на улицы. Но зачем советские флаги? Зачем советский герб? Ребят, я понимаю в душе вас, я сам ко мне многое ценю советское, но это здесь неумно, это подстава, вы сами себя подставляете. Западу есть за что вас винить и критиковать. На Западе показывают телевизионные программы, в которых герб Советского Союза, памятник Ленину, жуткие лица наших каких-то полубомжей, которые говорят за СССР обратно, подстава. И все это под российскими флагами. Если вы хотите образовать сначала Народную Республику, а потом отсоединиться от Украины, делайте это с украинскими флагами. Это будет умнее, друзья мои. А то получается, что вас оплатила Россия так же, как Америка оплатила Майдан. А это не так. Но мы даем повод говорить это про нас. У нас нет СНН, наша слабость в чем? У нас нет СНН, у нас нет Евроньюз. Мы не влияем на мнение в мире. Мы никогда об этом не заботились. Закончилась война, они переписали итоги войны. А мы их только писали и фильмы снимали для нас. А в мире уже считают, что американцы победили Гитлера. А у меня один вопрос к ним, и они зависают. Ребят, кто взял Берлин? Какой главный город был в Германии? Говорят, Берлин. Где Гитлер? Берлин. Кто взял Берлин? Многие не знают. А когда узнают, что советские войска, удивляются, как не американцы взяли? Капитан Америка и Спайдермен. Залезли, а Спайдермен вообще на Рейхстаг скарабкаться с флагом, ничего не стоит. И второе, даже анекдот был потрясающий, когда Германия капитулировала. И я хочу расположить этот анекдот тоже в блогах. И когда Германия капитулировала, тот, кто подписывал от Германии вот эту всю капитуляцию, а были советские делегации, американцы, французы и англичане. И он так передает советским капитуляцию, причем это не анекдот. Анекдотами называли то, что было на самом деле. А это на самом деле было. Он передал и спросил у советских, скажите, а вот эти что, тоже нас победили? Это настоящий случай. В начале мая, когда капитуляция произошла. И вот, что я хочу еще раз сказать. Ну, мы очень болеем за наших людей на Украине. Но, друзья мои, ну давайте поумнее. Ну, не подставляйте Россию. Россия не сможет вас защитить, в конце концов. Если вы будете делать вид, что это все финансирует Россия. На этой неделе произошло еще одно событие, которое нельзя не отметить. И ее героем этой новости стал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР во вторник, 15 апреля, пришел на пленарное заседание Госдумы, как вы знаете, в форме полковника Вооруженных сил России. Эта фотография облетела весь интернет. Твитов много. Сами депутаты наделали в Инстаграм. Много разместили фотографии с различными подписями забавными. В частности, называли его команданты Ж. Но сам Жириновский перед началом заседания пояснил журналистам, цитирую, «Сегодня я одел форму, которую могу носить по закону. Форму полковника, потому что я вижу, как военная хунта в Киеве переоделась». Также он сказал, зачем, по его мнению, был сделан Майдан. Он был сделан, как сказал Владимир Вольфович, не для борьбы с коррупцией, не для смещения власти. Майдан организовали с США, чтобы началось то, что началось. Чтобы в Европе запахло порохом, чтобы можно было под это дело резко увеличить бюджет. Как вы знаете, Михаил Николаевич Задорнов часто говорит о том, что Жириновский, ну, в сатирическом, в ироничном смысле, является его конкурентом. И высказывания Владимира Вольфовича действительно иной раз напоминают какие-то комедийные отрывки. Но, тем не менее, я просто сейчас вспоминаю, как мы несколько лет назад делали с Владимиром Вольфовичем программу, которая называлась «Юмор против кризиса», где Жириновский давал советы по выходу из кризиса. Ну, я много ораторов видел в своей жизни, слышал, как они выступают, но я был потрясен, как работает этот человек. Расскажу вам небольшую историю. Мы писали программу «Юмор против кризиса» в Госдуме. Владимир Вольфович сказал, сколько должна длиться программа. Я говорю, ну, примерно полторы минуты. Он говорит своему видеооператору, который всегда сопровождает лидера ЛДПР во всех его передвижениях, говорит, слушай, ты мне показывай, когда останется 10 секунд до конца, просто показывай мне жест рукой, делай, что все, я должен закругляться. Дальше начинается следующее. Я беру вопросы от наших радиослушателей, задаю их Владимиру Вольфовичу, причем я пытался их отправить, говорю, вот, посмотрите, может быть, заранее подготовиться. Нет, мне ничего не нужно готовиться, я все умею. Дальше я задаю вопрос. Владимир Вольфович на него отвечает абсолютно четко, запоминая имя человека, из какого он города, какие-то детали, которые в этом вопросе есть. Отвечает максимально подробно и развернуто. Как только делается жест видеооператорам, он в течение 10 секунд сворачивает свою мысль. Блестящий оратор, удивительный человек, без которого, пожалуй, в нашей политике было бы очень скучно. На прошлой неделе, как вы знаете, он сделал еще одно яркое заявление по поводу Макдональдса. И на этот счет Михаил Задорнов дает свой комментарий. «Юмор-ФМ» представляет любимую программу олигархов, чиновников и рекламодателей. «Юмор-ФМ» с Михаилом Задорновым на «Юмор-ФМ». Это невозможно сделать, но эта идея так красивая. Возможно это сделать, вот в частности, на сайте в комментариях, потому что здесь вал комментариев относительно того, что все правильно, в плане здоровья и так далее и тому подобное. Люди пускаются в размышления, что может заменить Макдональдс. Например, блинные, пирожковые, пельменные. Ну, конечно. Кто-то вспомнил рюмочные советские. Рюмочные и назвать блинбургер. Но, вот, когда дочка была маленькая, ей очень нравился Макдональдс. Мы с ней ходили. Мгновенно растолстела и она, и я. И нам пришлось потом очень серьезно заниматься своим здоровьем, потому что начались процессы, которые могли стать необратимыми. Я сразу узнаю человека, молодого человека, который ест фастфуд. Ну, извините, что я говорю иностранными словами, но так уж положено. И, ну, я же не скажу быструю еду. Это ж чушь. Фастфуд имеет гораздо более глубокое значение. Это нездоровая еда. Ну, есть еще такой термин «джанкфуд». Джанкфуд еще точнее. Мусорная, да, что ли? Это вообще мусор. Но фастфуд и джанкфуд, честно говоря, это одно и то же. Этот человеческий организм становится мусорником. И я вчера смотрел фильм «Будапешт» в зале «Октябрь». Ну, вот этот «Гранд-отель» «Будапешт». Ну, слушайте, они все приходят, молодые, берут попкорн. Ну, как? И все выходят уже прямо из кинотеатра в соплях. Ну, потому что попкорн, он в сопли переходит без захода в печень. Сразу он растворится не может, но он в черную слить превращается. Они запивают фанты, пепсиколы. А фанты и пепсиколы надо заменить разными сортами кваса. Я когда-то это Ельцину лично в бане предлагал. И ему очень эта идея понравилась. Но с квасом другая проблема. Его нельзя так консервировать. Вот в чем дело. Но неужели придумать это нельзя? Вон, смотрите, что многие в России сегодня пользуются конскими шампунями. Знаете, да? И конскими бальзамами для ног. Я сам использую их для суставов. Кстати, суставы гораздо лучше чувствуют себя. При подагре очень хорошо. Мне больше всего нравится, я же беру, чтобы намазать коленки. А там написано на бутылочке. После того, как смажете обильно сустав, прикрыть попонкой. Я думаю, сейчас я попонкой прикрою. А когда голову мою шампунем конским, там написано для гривы и для хвоста. Это меня тоже сильно возбуждает. В этот момент я чувствую, как хвост вырастает. Грива появляется, да. Почему эти хороши конские, лошадиные, вообще все, что для животных? Да потому что, если лошадь побрызгать или намазать бальзамом, как говорили, с парфюмом французским, она умрет. Она умрет на следующий день. Но мы более выносливые, чем лошадь. Лошадь убивает капли никотина. А нас нет. И я думаю, что Жириновский категорически прав. Но как это сделать? На этом завязаны финансовые схемы. Огромное количество торгашей. Для этого, ну, я не знаю, надо зону строить какую-то, их туда отправлять, на зону. Пускай работают, приносят пользу человечеству эти торгаши. Я не имею в виду торговцев, Макдональдс, они бедные все, жирные. У них у всех клизмообразные фигуры, потому что они доедают объедки многие, они же бедно живут. Вы посмотрите, какие они все с этими, ну, с нижней головой расширенной. Клизмообразные такие немножко фигурки у них. Будете есть Макдональдсы, фигура будет, как у клизмы. ГТО не сдадите, только ЕГЭ сможете сдать. А ГТО я был очень довольный, что ввели. Между прочим, мы с вами говорили о том, что надо как-то, ну, чтобы все-таки к спорту приучать молодежь. И ГТО будет приучать. Я помню, что когда я готовился к ГТО, мне так понравилось, что я лучше себя чувствовать стал, и что я сильнее стал. Что это на всю жизнь закалка такая произошла. Закалка и зарядка. ЕГЭ заряжает. ЕГЭ? О-о-о-о! ЕГЭ заражает! Заражает, ГТО заряжает. А, ГТО заряжает. Николай Николаевич, ну вы же знаете, современные технологии, они таковы, что можно вырезать любую фразу. Да, и склеить. Задорнов сказал, говорят в Министерстве образования, ЕГЭ заряжает. Да, да, да. Поэтому давайте относиться к этому спокойно. Действительно, сегодня не прошел законопроект. Профильный комитет Госдумы отменил его. Сказал, что возникнет путаница и неразбериха с точки зрения того, кто сдавал ЕГЭ, кто не сдавал ЕГЭ. И поэтому пока добровольная сдача ЕГЭ отменена, ну то есть ЕГЭ будет продолжаться. А что касается ГТО, то действительно на ближайшее время запланирован ввод 11 целых ступеней ГТО. Да. Они будут градироваться по годам. Начиная с 6 лет и до 70 лет. То есть каждый, в течение каждого возраста... Как до 70 лет? А ГТО для 70 лет будет? Да, да, да. То есть у меня еще есть надежда и второй значок получит? Да, у вас есть первый значок. Теперь 11 степень ГТО от 70 и старше. То есть выше 70 лет. Сдаваться... Ну если... И что там надо сделать? Завязать шнурки? Завязать и разогнуться. Без посторонней помощи. Там докоснуться с закрытыми глазами носа. До кончика носа, не попав в пупчик. Есть разные... На самом деле здесь можно пофантазировать, что можно делать в 6 лет, да, ГТО сдавая, и в 70 лет. Но уже появились первые отклики, удивительные в интернете, кроме, ну там, здравых каких-то мыслей, что да, молодцы, хорошо, много сообщений такого рода, что вот возвращаемся в Советский Союз. Это кошмар, это ужас, какое ГТО, давайте устраивать лав-парад. Вот дурачье, да. А я бы еще в гражданскую оборону вел. Вы не знаете, существует в наше время гражданская оборона, предмет в технических вузах? Трудно сказать. Ну я до сих пор знаю, как гранатой запулить куда-нибудь подальше. Я, кстати, очень далеко бросал гранат. Ну в наше время уже это не надо. Поэтому вас не пускают в Америку, Михаил Иванович. Меня, мне вот закрыли второй раз въезд в Америку. Я дважды не впускаемый в Америку. Он далеко бросает гранаты, не будет. Неформат. Прямой эфир с Михаилом Задорновым. СМС 8870 со всех мобильных. Как всегда остроумный, как всегда веселый, как всегда актуальный Михаил Задорнов в эфире программы Неформат. По пятницам мы работаем для вас. Сегодня в прямом эфире, как всегда. И отталкиваясь от американской истории с гранатой. Это Михаил Николаевич о том, что он рассказал, что не дают ему далеко бросить гранату в Соединенных Штатах Америки. Поскольку он является невъездным. Вы знаете, в США на этой неделе произошла удивительная история. Там собаку обязали явиться в суд в качестве присяжного заседателя. Нельзя было пройти мимо этого, поскольку ни одна программа Неформат не проходит без сообщений из США. Так вот, в американском городе Бриджтаун, в штате Нью-Джерси, обязали явиться в суд и принять участие в слушании в качестве присяжного заседателя собаку. Об этом сообщили во вторник местные СМИ. Она получила по почте повестку в суд и является пятилетней немецкой овчарки по кличке Айви. Хозяин собаки сказал, что он очень удивился, увидев, что пришло на имя собаки. Кроме нее, у нас дома, говорит он, никого с таким именем нет. Видимо, отбор присяжных заседателей производился в автоматическом режиме и в компьютерной системе произошел сбой. Такое производится и происходит довольно часто, прояснили журналистам в пеницессарной системе Соединенных Штатов. Удивительно, но подобный случай не единичный в западном мире. Подобный курьезный случай произошел на прошлой неделе и в Великобритании. Там Брэд Вейлер по кличке Зевс получил по почте приглашение голосовать на выборах в Европейский парламент. Друзья, вы удивляетесь, откуда 146%. У нас программа Неформат, которая сейчас прервется на некоторое время на рекламную паузу и после нее мы обязательно вернемся в эфир. Ждем ваших сообщений на короткий номер 8870 и на сайте веселаярадио.ру, как обычно, работает гостевая книга для тех, кто пишет нам не из России. До встречи через несколько минут. Продолжаем программу Неформат. Друзья, спасибо большое за то, что помогаете нам ее делать, прямо сейчас присылая короткий номер 8870 свои сообщения. Также в гостевую книгу самые интересные мы не только зачитываем, но и отправляем Михаила Николаевича Задорнова, чтобы он мог это использовать и, вероятно, давать комментарии, в том числе, тем людям, которые их присылают. Ну а сейчас несколько этих сообщений самых ярких. На метро Октябрьское в Москве есть детская парикмахерская, она называется очень просто Чик-Чик. Такое милое сообщение пришло к нам. Вывеска на рынке. Ее увидела Аня из города Иркутска. Звучит она так. Покупайте у нас, потому что в другом месте вас обманут еще больше. Честность. Честность – главное качество нашего народа, друзья. Надпись в Санкт-Петербурге увидел Кирилл. Она находится рядом с подъездом в темном сыром углу и выглядит следующим образом. Делай добро и беги. Восклицательный знак. В зоопарке Вадим из города Омска обнаружил следующую вывеску. Компания ритуальных услуг опекает черного ворона. Ну, конечно, где же он должен увидеться? Рядом с компанией ритуальных услуг. Мария увидела в магазине вывеску, которая выглядит так. Женская одежда для всех. Значит, не только для женщин. Есть же много разных людей, которые готовы ее примерить наверняка. Особенно, если мы так стремимся в Евросоюз. В магазине Игорь нашел рис, который был произведен, как указано на этикетке, из отборных сортов пшеницы. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что присылаете такие сообщения. У нас впереди еще есть буквально несколько минут для того, чтобы услышать позицию главного героя и автора программы «Неформат» по очень животрепещущей теме. Это тема «Украина». И вы знаете, не всегда программа «Неформат» говорит о каких-то очень серьезных вещах. Она говорит о них еще и с иронией. Потому что главная наша задача сделать так, чтобы вы улыбнулись, чтобы у вас было хорошее настроение, какими бы суровыми и тревожными не были сообщения новостных агентств. Дай бог, чтобы все у нас получилось. Итак, Михаил Задорнов, вам слово. Его любят даже американцы. Не верите? Слушайте. «Неформат» с Михаилом Задорновым. Прямо сейчас на юмор. ФМ. Русские люди у нас в России просто оттягиваются, придумывая анекдоты. Я не знаю, кто это делает. По пьяни или не по пьяни. Но я собрал несколько анекдотов, рассказанных мне, специально для нашей передачи. По-моему, это стоит рассказать. Модное на Украине сравнение. Так, хорошо. Американцы жалуются, что несмотря на то, что тема Украины уже несколько недель не сходит с экранов телевизоров, 63% американских школьников не могут найти Украину на карте. Ничего, скоро никто не сможет, заметил мистер Путин. Изящно. Обращаю внимание, не я сочинил, и не подавайте на меня ни в одно посольство жалобу. Это не я, автор. Стоят два кума на Майдане напротив биотуалета. Кумы. А почему на туалете буква «Ж»? Да, наверное, для жидов. А буква «М»? Ну, для москалей. А где же нам, истинным патриотам? Кумы. Мы хозяева, нам везде можно, по всей Украине. Жители Крыма. Обращение. Жители Крыма. Ну, невольно понимаешь этот анекдот, когда видишь, что творится, и как нагадили на улицах сегодня тех городов, которые мы любили, обожали. Я, Киев, один из моих любимейших городов был. Жители Крыма. Обращение. Это очень остроумно. Это на высочайшем профессиональном уровне. Жители Крыма. Кто брал кредиты в украинских банках? Вам завидуют все. Юлия Тимошенко вернулась в Украину. В Германии ей вылечили спину. Вопрос о голову. Голову не трогали. Она им такая нужна. Участники Майдана, будучи недовольными последствиями Майдана, вышли на Майдан. Лидеры Майдана выступили против Майдана и немедленно арестовали несколько участников Майдана за организацию Майдана. Однако вскоре все участники Майдана против Майдана были опущены за заслуги на Майдане. Очень похоже действительно на то, что там происходит. Понять это невозможно. Обама поседел. Поседел. Последней каплей было то, что Яценюк перечислил его в списке своих партнеров. То есть Маша, Валя и Обама. Мама. Скромный список. Обама, Абана. 2018 год. Сидит Киевлянин. Это не я сочинил, я предупреждаю. Мне не нравится этот анекдот. Я против таких шуток. Это безобразие. Сидит Киевлянин. Ну, сами посудите. Это как такое сочинять можно? Никуда этого человека пускать нельзя, который это сочинил. 2018 год. Сидит Киевлянин на Крещатике и причитает. Нищая, слабая, ограбленная страна. Подходит Европолицай. Что ты есть говорить? Какой слабая страна? Это говорит. Россия, конечно. Крым освободила. Она всю Украину силы не хватила. Не нравится мне и этот анекдот. Русские войска кружили украинскую армию. Призывает их. Вы окружены. Сдавайтесь. С той стороны отвечают. Русские не сдаются. Удивлен. А где украинцы оттуда? В России на заработках. Какой струнный народ. Хотя я не согласен с такой трактовкой положения. И вот это. Узнав, что границам России подходит военный. Это в Твиттере. Выложите кто-нибудь. Знаков достаточно здесь. Уместится. Узнав, что границам РФ подходит военная техника Украины. Со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома. Юмор.ФМ представляет. О жизни с юмором. Не формат. С Михаилом Задорьевым. Прямо сейчас на Юмор.ФМ. Ну что, продолжается прямой эфир программы Не формат. Из студии в Москве. С вами Максим Забелин. Я пытаюсь сегодня собрать самые интересные высказывания Михаила Николаевича Задорнова. По разным темам, которые окружают нас в информационном поле. И, пожалуй, сегодня получилось все неплохо. Я вижу большое количество сообщений от вас на короткий номер 8870. В гостевой книге, где вы благодарите за то, что выходит программа Неформат. Сегодня, в пятницу, вы услышали некоторые вещи, которые не выходили ранее в эфир. Но, заканчивая программу, я хотел бы попросить вас быть дружелюбнее и терпимее к нашему братскому народу. Вы знаете, на сайтах новостных агентств украинских запрещены комментарии. И запрещены они потому, что сознательно редакторы агентств «Униан» или «ЛБ» или «Остров» решили, что те высказывания националистические, которые зреют в комментариях, не стоит, пожалуй, транслировать. Друзья, я уверен, что мы будем жить с Украиной, как всегда, в мире, в добрососедских отношениях. И особенно впереди у нас великий праздник – Пасха. Я знаю, что многие христиане готовятся его встречать, отмечать. Он далеко уже вышел за пределы строго религиозного праздника. Поэтому я поздравляю вас с наступающим окончанием поста. И хочу, чтобы вот этот праздник вы встретили с улыбкой на лице. Потому что радиостанция ЮМРФМ всегда стремится сделать вашу жизнь немножко лучше. И за это большое спасибо и вам, и тем, кто сегодня присылал сообщение. Именно вместе с вами мы сделали эту программу «Униформат». И Михаил Зайдорнов обязательно присоединится к нам вскоре для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, подвести итоги очередной недели, высказать свое мнение. Спасибо огромное. С наступающим праздником. Всего вам доброго. Барак Обама, Ангела Меркель, Сильвил Берлускони, Франсуа Алан тоже любят программу «Униформат». Но не понимают ни слова. Учите русский прямо сейчас на ЮМРФМ. Европа торгашеского мышления. А я много раз говорил, что у русского человека слово «торгаш» от слова «торгать». Наш мозг отторгал. Еще звали их барыги. Отсюда произошло позже французское буржуа. Это беззубое произнесение оцингованного предка западнюка нашего слова «барыга». То есть биржа – это сборище барыг. И наша психология, и когда славяне попадают под барыг, они всегда, они, это путь к нищенству. Наш путь, путь творческий, в результате которого можно заработать и бабки. Я имею право это говорить. Потому что я зарабатываю бабки в результате творчества, а не спекуляции. И славянин счастлив творчеством и добрыми поступками. Недаром в нашем языке есть выражение «ничего себе». Наше слово «богатый» от слова «бог». А английское слово «фочун» – «богатство». Одновременно и судьба, фортуна, и богатство, и счастье в одном слове. А когда Федя Протасов кричит в живом трупе «Воля! Воля! Хочу воли!» Ни один западный театр, ни один западный, не переводит эту фразу. Они могут перевести слово «воля». «Вил» – это желание, а «фридем» – это свобода. И переводчики понимают, что ни то, ни другое не отражает слово «воля», потому что воля – это состояние души. У них для души меньше слов. Для торгашества больше, для войны больше, для компьютера наших вообще нет одних слов практически. А вот для выражения оттенков душевных, каких-то переживаний, у них слов значительно меньше. Недаром, когда мы заглядываем в комнату, мы говорим «не души», это я уже говорил в новостоке концерта, они говорят «неободы», нет туловища. Для них главное – туловище, а для нас все еще душа. И те, кто под них ложатся, теряют постепенно задушевность и приобретают торгашеское мировоззрение. А это ведет к несчастью и к обесцвечиванию ауры. А преодолеть это можно как-то, вот это разногласие? Конечно, слушать нашу передачу и понимать, что каждый человек – хозяин собственного счастья, соучастия. И, знаете, счастье в человеке может быть независимо ни от Майдана, ни от Болотной площади, ни от Обамы, ни от Путина, а сам по себе. И когда такие независимо счастливые люди объединятся, это и будет Родиной. Рыдай, голубая Европа, завидуйте черные штаты, когда вы в мире задолжены в эфир. Разберем на цитаты. Программа «Неформат». Прямо сейчас на Юж-ФМ.